Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот пруд объединяет в себе две ветки Вот одна ветка оттуда исходит, другая оттуда Две ветки верхнего каскада Совских прудов И сейчас мы пойдем вдоль той ветки В которой мы предполагаем, что она раньше имела отдельное название Речка Владимирка Поглянем в этот водозаборник Я тебе даю камеру Ай руку Держись Вот вода из пруда Она попадает вниз И потом сворачивает вот туда Так Выбирайся сюда, встань еще в сторонку, пожалуйста Это камеру? Да я и так Есть Вот это вечная стройка Киев Атома Вот видишь, вот холм Это тоже Совки Вот И вот эту рогу ее только недавно стали облагораживать Орунтовку эту Вот видишь, усыпать равием и прочим Вот мы видим, тут растут дубы и проходят линии теплотрассы На старых картах видно, как тут вот смыкаются просто два русла, двух ручьев Сейчас мы идем вдоль нижнего вода, вверх, как с Кадасовским воду Вот и мы видим, как уже противоположный берег Вот там, где там два истока смыкаются Уже этот берег застроен Вот еще пару лет назад, вот там, где эти домики И, так сказать, облагороженное место Там была заболоченная местность и росли ивы Вот часть этих ив спилили, а часть осталась еще Вот тут труба уходит в какую-то хренатню, труба теплоцентрали А потом и выходит из этой хренатни и следует далее Там, кстати, одна из причин, почему надо снять именно этот исток как можно раньше Потому что уже тут началось строительство Вот, ну, давай сейчас просто посмотрим, что тут Просто, чтобы зрители имели представление Вот тут растут мальвы Такая лестничка, и лестничка ведет к склону Вот такой склон Над прудами Конечно, он весь проращен в свалку Вот, но этот приподнятый склон, он чем-то напоминает древний вал Вот вроде бы стоит такой вал или, в общем, довольно с ровными очертаниями при виде сверху возвышенность Вот мы слышим какой-то звук, да, что-то А, смотри, открытый люк Мы слышим, во-первых, звук какой-то из трубы теплоцентрали А во-вторых, вот такая некая... А, тут вода стоит просто в люке Вот, да Что же, движемся дальше Вот надо еще показать, на этом пруду есть остров даже, вот видишь? Ага Вот остров, просто в зависимости от уровня воды в пруду, он то, ну, как бы погружается под воду, а то снова выглядит просто травой И, исследуя другой приток, мы будем идти вот так, так и там свернем просто налево, а тут мы сворачиваем направо Вот уже началось строительство, как видишь И мы вот сейчас снимаем, а уже через, ну, короткое время тут будет какой-нибудь небоскреб, наверное, стоять Да, да, но место такое несколько, не очень полное Ну, тем не менее, тут интересное будет местечко, а тут в низинке болото маленькое Вот посмотрим Вообще, важно сейчас снять этот склончик Да, и сделаем такую панораму Дайем Опять машина в зале Вот, жалею, что я тут не снимал, ну, у меня есть только фотографии Вот я не успел запечатлеть это место в его природном виде Вот Вот высохшее дерево Тут, видишь, уже весь склон пошел под раздачу, а там дальше кран стоит Тут ближайшие краны уже, видишь, под склон подвели бетонную опорную стену А вот небольшое болотце образовалось тут И вот мы подходим к следующему пруду по каскаду Вот уже, в принципе, нечего снимать, потому что наверху тюрема И тут тоже видно будут тюрема Остался лишь какой-то вот костенький забор от старой усадьбы Подходим к следующему пруду каскада И снимем давай вот отсюда вид назад И подходим к этому пруду Этот пруд поменьше Внимание справа остатки некой рощи Вот, в принципе, вот то, что мы видим вперед, это и есть проневщина И вот давай глянем, можно ли подобраться к этой роще ближе Пытаюсь так на вскидку определить, какие тут растут деревья Да, вот снова эти трубы, они уходят в какую-то коробку опять Наверное, там и производится тепло Какой-то узел А вот мостик там, смотри, какой-то мостик Следовательно Следовательно Может быть, этот мостик переброшен через остатки давнего русла То есть, может быть, этот самый крайний исток Он проходил не по месту прудов А вот тут справа Вот в таком вот овражке, который идет вдоль Вдоль пригорка Сейчас подойдем давай к мостику Ну, мостик-то переброшен над трубами Но, может быть, тут раньше что-то было Потому что вот тут в этом овраге В нем растет болотное Самые живописные места застроены Вот там, видишь, за деревьями скрывается Какой терем Вот там, там О Ага Ага Вот Какий пошел Ручей Видишь? Вот ручей Вот она Речка Володимирка Только странно тут как-то Странная система, что Вода вот из трубы Она сливается вот в такое колесо Сейчас Подожди Я хочу глянуть Что в какую сторону сливается Не пойму в какую сторону Ага Вот Тут Следующий Значит От второго снизу Пруда У его Начало Какая-то Просто Хочется Попонять Систему Этих Прудов Что куда Перетекает Вот Выход Выход Еще Стоит Стоит Это Второй Пруд По счету Длин 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 Вот Вот Один Пруд И сейчас Пройдем Вдоль Тропы По Эту пруду Работает 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 Вырубили Вырубили Незадолго До того Как Проневщину Отвели Под застройку Даже Тогдашим частным Сектором Это было В первом Десятилетии Двадцатого века Верхний каскад Совских прудов Большой своей части Лежит именно В Проневщине И Вот Основная И Вот Правая Ветка Верхнего Каскада Прудова Она Углубляется К Проневщине Туда К Севастопольской площади Там Где сейчас Севастопольская площадь Примерно там На старых картах Известны Корчмы Проневщины Также Известен Хутор Проневщины Но где именно он Находился Мы не знаем И установить Это По Имеющимся У нас Источникам Невозможно Вот Отсюда Дальше А там что Типа ресторанчик Да просто останавливаться Ишь Столики Такие Хатки Насколько я знаю Чаще всего Это Вучено Это самое Сейчас Приближаемся К самому интересному К началу Правого Из стокосовки Да Возможно Это собственно Начало Речки Владимирки Ну давайте Посмотрим Что там Во-первых Мы видим Ручей Текущий Вот тот пруд Который мы вам Только что показали Спуститься Сюда Труба Опа И туда Уходит Вода Вода Посмотрим Как оно все устроено Вода Вода Сливается Сюда Как естественным Ручейком Как и Из трубы Идет Более Мощный Поток Кроме того Виден Водосборный Колодец Водосборный Колодцы Тоже Вода Следовательно Часть Вот там еще Труба Такая Есть Следовательно Часть Воды Уходит В коллектор Вот Вот я стою На его Водосборном Колодце А часть Пущена Вне этого Коллектора Пущена По трубе В следующий пруд Ну да Да Вот мы видим Тут Мы стоим У конца Следующего Пруда Довольно Дикого Он зарос Камышом Глубина Тут Возле Этого Колодца Выше Колена Сейчас Мы Попробуем Дойти До его Начала То есть Посмотреть Откуда же Берется Эта Вода Опа Так Ну что Пробуем Идти Тогда Дальше Вдоль Всюду Вокруг Тут Растут Ивы И Какие-то Еще Растения Так И Продолжается Все Та же Теплоцентраль Мы Мы Идем В направлении Севастопольской Площади Площади Так Справа От нас Тоже Справа От нас Началось Некое Болоце Заросшее Камышом То есть По Тропе Мы Идем Слева Пруд И справа Что-то там Непонятно Что Туда Пробиться А Осторожней Да я в грязи Да И тут Какие-то А Это Кроме прочего Заросшие Хмелем Труба Так Глянем Что у нас тут У нас тут Берег Пруда Он Продолжается Дальше Вот Мы Свернули влево Тут Русло Реки Такое Вот Она Течет Между шинами И прочим Мусором Выбираемся Выше И следуем Вдоль Русла Дальше Мы Снова Сворачиваем Сюда К черной Кошечке И видим Выход Мы Видим тут Интересную Вещь Этот Исток Выходит из Коллектора Опять же Коллектор И еще Какой-то Родник Сочится Из трубы Слева Вот Вот Речка Истекает А Где же Она Начинается Вопрос Вот Мы Видим Русло пошло в ту сторону Вот в ту сторону И Получается Что Река Спущена Под Уровень Земли Давай Глянем Вот Видно Видишь Русло Уходит в ту сторону Давай Глянем Можем ли мы Пройти вдоль этого русла Вот как раз идет Тропа какая-то Другая часть Реки Течет Вот тут В коллекторе Вот Слышишь То есть Вот мы Поднялись на горку Вопрос Откуда же Как шло основное Русло Либо тут Слияние двух русел Одно оттуда Другое оттуда Давай Сейчас свернем сюда Глянем просто Куда Продолжается эта тропа А потом Туда Опять в сторону Севастопольской площади Сходим Так Вот это Вот Такой Ображек И Я так понимаю Давай Глянем В него В нем Болотная трава То есть Это Один из Истоков Этого Истока Сейчас мы Сюда К нему Подходим И вот он Где-то тут Застревает В таком Овраге Вот Он Застревает И Непонятно Где он Начинается Он теряется Где-то там Поэтому мы Выходим на основную Тропу Которая идет К Севастопольской площади И продолжаем наш путь Вдоль Как мы предполагаем Основного Русла Начала Правого Истока Который Возможно Является Который Восемнадцатом веке Назвался Речкой Володимиркой Так Вот Туда Идем Хотя Нам ничто не мешает Так Свернуть Тоже Тропа идет Туда же Вот Возможно Это то что мы Искали Вот Оно Вот Русло Уходит в коллектор Вот Это русло Вдоль тропы Оно уходит в коллектор Я Просто должен Подобраться к нему И снять его Просто должен Это долг Краеведа О Интересно Я же говорю Вот Оно Где спряталось И Оно Там Выходит И Оно Там Выходит Такое Делаю Съемку И Вот Речка Идет В овраге Со стороны Такой Севастопольской площади Обходим Поверху И Следуем Дальше Вдоль этого Русла Будет Супер Серия В прошлый раз Мы Наснимали На полтора часа Мы Вернулись К основной Тропе В сторону Соломинки И Чоколовки Слева От нас Продолжается Это русло Оно исходит Оттуда Экспедиция В поисках Истоков Совки Вот Идет Русло Где же Оно начинается Продолжается И продолжается Вокруг Вокруг Заросли И Течет Вот такая Вот Речка Ручейок Тут Даже Берега Ее Выложены Камнем А справа Стекает Родничок Время От времени Сворачиваем Стропы И обозреваем Русло Это странное место Знаешь Такая смесь И индустриальной Зоны И Природы И природы Я не очень люблю Высоту А сюда взобрался Чтобы Сфоткать Сколько? 5-6 будет? Больше Не Тут Клево Ну Так Ты что Здесь Любим Залазить Куда-нибудь? Ну Не На Высоту Дорога Тут Укреплена Камнями Там Направо Взбирается Круча Такая Довольно Пологая Но высокая А слева Лежит Овраг Все еще С этой Речкой Причем Она от нас Отдалилась Сюда Налево И вот там Овраг Там мне кажется Снова Вот Мы видим Дренажный колодец Запах Химии Очередной И Вот там Виден Овраг Сюда Оказывается Вполне Можно спуститься Во-первых Смотрим Сюда Непонятно Что внизу Но течет Могучий поток Воды А мы Оп-оп-оп-оп Спустимся Сюда К основному Оврагу Где протекает Исток И видим Большой Бетонный Портал Где Из трех труб Вытекает Река Река Также В нее Вливается Я Этой Сбоку Поднимаемся Переваливаем Туда Вот тут у нас Смотри Спуск К этому ручью Вот И мы сейчас Просто Пройдем вдоль него И где-то тут Он Начинается Потому что Уже Совсем Маленькое расстояние Осталось До цивилизации Так сказать Еще один Родник Вот еще один Родник Вливается Это Соединение Всех Родников Здешних Вот Дальше Уходят Это Русло Тут еще один Родничок К него Вливается Еще Можем Перешагнуть Тут Еще Проходимо Еще Оно Более Проходимо По другому Берегу Ручья Вот мы сюда Почти уже пришли Вот там Оно Более Цивильно Найти Заодно Растает шум Трасс Трасс Вот Трасс Вот Ручей Протекает Там Мы Должны Выйти К его Начало Трасс 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 Вот Я Что-то такое Слышу Где-то Он ушел В коллектор Этот Овраг Этот Ручей Или Сейчас Подожди Вот Сейчас Получается Вот Самый Крайний Его Отрож Блин Вот Он Тут Заглох Хотя Тут Местность Такая Заболоченная Ну Вот Вероятно Какие-то Подводные Ручьи Все-таки Вот Протекают Так По виду Мы Все-еще Находимся В русле Вот Видишь Тут Берег Так Приподнят И Мы Выходим К Цивилизации Видны Здания Севастопольской Площади Мы Дошли До начала Этого Истока Он Представляет собой Свод Родников И Дальше Родники В сторону Севастопольской Площади Не прослеживаются Вот А мы Продолжим Хотя Ну тут Явно Вход В дренажку Какую-то На поверхности Ничего Не течет Но Там все-таки Вот Русло Просматривается Я думаю Что раньше Там все-таки Была Вода Но потом Обезводнилась Ну Слева Такой Склон Мы Идем Дальше Вдоль Этого Сухого Русла Совсем Сухое Русло Ну Тем не менее Входы В дренажку Остались Видишь Вот Если бы Можно было Поднять Оно Таки Отодвигается И мы видим спуск И там Теплотрассы И там Горячая вода Прямо Вот Если мы ее поднимаем Оттуда Пышет жаром И течет Горячая вода Ну Может быть Рядом Проложенный Холодный Коллектор Там Капец Такой Жар Ты это Не ощутил Нет? Вот Явное Углубление Русла То есть Можно Стопроцентной Уверенностью Утверждать Что все-таки Тут Продолжалась Речка Вот Представь Что ее берега Вот такие Довольно Широкие Ну Метров Вот И это Русло Оно Прослеживается Дальше Прослеживается Вот Тут Мы видим Люди Приспособили природу Под пикники Растут Ивы Давайте Спустимся В это русло Бывшее Русло И Пойдем По тропе Уже По нему Вот Этот Звук Это Шум Листвы Или Где-то В коллекторе Шумит Вода Не Знаешь По Помогу Шумит Может быть О Какой Крутой Склон Интересно Ух Ты А Это Не склон Это здание Какое Какое О Типа Замки Сейчас Фигня Выдержит Да Нет Для меня Меня Может и не выдержать Замусоренные склоны Замусоренные склоны Глухая стена Некоего здания И вот Мы В начале Этого Русла Осталось Буквально Несколько Десятков Метров А Такие Смотри Вот Такие Это Шумит Вода И такие Наши предположения О том Что Что Вот Там Шумит Вода Тут Этот Исок Протекает Но он Спущен Под землю Если бы Удалось Подобраться К этой трубе Мы Слышим Там Немогучий Поток Воды Там Течет Но Балкон Да Я Отвлекся В общем Исток Протекает Тут Но Под землей И Вот Мы Выбираемся Уже Совсем К цивилизации Русло Тут Растворяется В окружающей Местности Хотя Справа Справа У нас Склон Слева Склон Поднимается Террасами Впереди Какой-то Разукрашенный Автобус Там Уже Свалки Начинаются И Вот Эти Ивы Они Позволяют Заподозрить Что Там Тоже Какой-то Ручей Что Может Ручей Начинался Там Сейчас Мы Глянем Сюда Потому Что Вот По Рельефу Вот Тут Как-бы Должно Было Должно Было Продолжаться Это Русло Вот Ну Все Ну вот Явно Русло Шло так Сворачивало Но тут Никаких следов Воды нет Поэтому Мы Заканчиваем Исследование Этого Истока И вот Мы идем Мимо Группахты В таком Начале Яра Уже Прыбравшись Из Зарослей И в принципе Вот Это Русло Оно Раньше Продолжалось Здесь Где сейчас Гаражный Кооператив Мы идем сквозь него И он лежит В Яру И вот Скорее всего В некие Незапамятные Времена Этот исток Он начинался Как раз Здесь Цитата Из Снегянки Да А я видел На Улице Мастицкой Цитату Из Летова Ну Улице Продолжение следует...